Ну что, уже можно играть в Fallout? Да ладно, серьезно, читы, баги, лаги, фиксы, выход NPC, Вестлендерс уже совсем скоро и так далее. Блин, столько много информации, инфоповодов, куча каналов, которые поливают грязью или наоборот превосхоляют игру Fallout 2020. Что нас ожидает, что мы имеем на данный момент. С вами Готика Сократ, погнали! Ну а перед началом видео не хочу рекламировать никакие сайты, рубрики, у меня нет своего магазина. Единственное, что дискорд, ссылка в описании, наша комьюнити Готика готова приветствовать вас в RDR, Fallout Today и вообще в принципе в любой игре заходите, общаемся 24 на 7 нон-стоп. Значит, первым делом, что хотелось бы сказать и отметить для себя, что в любой игре, в которой бы вы ни играли, будь то одиночная, ММО, РПГ, РТС, шутеры, стратегии, гонки, да не важно. Все, что угодно. Есть и сюжеты, и квесты, и задания. Она может быть с открытым миром, может быть с закрытым миром, может быть шовная и с мелкими локациями. Да не важно, да не важно. В любой игре, которая нас заставляет возвращаться в нее, перечитывать как старую книгу или просматривать как старый сериал или фильм, это либо эндгейм, либо завораживающий сюжет, классная игра актеров, непредсказуемый поворот, несколько концовок и так далее. Суть не в этом. Суть в том, что в любой игре, в которую сейчас в данный момент играют, будь то Skyrim или GTA, RDO, Fallout 3, 2, 1, да не важно. В нем либо есть эндгейм, либо есть модификации, позволяющие сделать эндгейм, либо есть комьюнити, благодаря которому люди просто тупо не хотят уханить из этого сообщества. Иными словами, люди, которые играют в доту, играют либо со своими друзьями, либо те, которые не играют со своими друзьями, но там есть эндгейм. То есть вы пришли, 40 минут потратили и ушли. Для меня самой кайфовой игрой, десятилетия, столетия, там, не знаю, какой бы только можно и назвать, с точки зрения сюжета, морали выбора, драмы, персонажи, харизматики, синематики, выставления камер, да не важно, эталон для меня всех игр, это Ведьмак 3. Это прям конфетка отполированная и вылезанная, да, со своими недочетами, багами и так далее, но вопрос не про это. Вопрос про Fallout. Очень, очень много помоев выливали, выливают, да и будут выливать. Я считаю, что у Fallout офигенный сюжет, офигенный лор, офигенная история. Ну, то, как нам ее преподносят, полное говно. Но как же, постой, ты же скажешь, что в Fallout куча багов, а еще и читеры. Да, действительно, в Fallout есть баги, в Fallout есть читеры, есть дюперы и люди, которые сдают вещи из воздуха. Но на данный момент разработчики справляются с этим и люди, которые надюпали себе там кучу всякой ядер колы, забанены. Люди, которые раздевали других персонажей, забанены, еще меньше, чем даже за сутки улетели в бан и так далее, так далее. То есть модерация быстро приходит на помощь, быстро справляется с этим, а с багами внутри игры, которые появляются в лазейке, но им действительно тяжело работать с этим кодом. Тут как бы к разработчикам, именно к разработчикам, которые поддерживают игру, вообще претензий нет. Вы один раз купили ее, все обновления бесплатные, DLS бесплатные. То есть не как в Zelda Scroll, грубо говоря, в онлайне, что подписка позволяет получать бесплатные DLS. А если хочешь в DLS без подписки, плати за них деньги. Одни раз купили, получили, наслаждаемся, нашли компанию. Единственное, что сейчас не хватает, это реально крутого эндгейма. Вот прям, чтобы битва фракций, был стимул качаться после 50-го ливила, создавать ни одного персонажа, несколько. Тут даже дело не в сюжете, даже дело не в квестах, дело не в NPC. И честно признаться, NPC погоду не сыграют, их наличие или отсутствие. Люди не вернутся сюда толпами, в стиме не будет бешеный ажиотаж в продажах. Все, кому надо, уже поиграли, прошли, перепрошли, посмотрели по ютубу, не понравилось, ушли, дизлайк, отписка. Вопрос не про это, вопрос про то, что игроки ждут реально конечного эндгейма. Где бы у нас была битва фракций, где был бы смысл повторять одни и те же действия одному или в команде с достижением какого-то результата. Вот до тех пор, пока этого нету, в игре остается единственное, что проходить убежку, фармить матку и с друзьями веселиться, гоняя кого-то по мастерским. Вышел GTA, абсолютно пустой мир, там не было ни ограблений, не было ничего, вышел RDR без ролей, там вообще делать нечего. Вышел Fallout, в нем есть основная сюжетная линия, да, подача говно, но она есть. В конце мы можем формануть маточку как эпичного босса и повторять его на эндгейме. За год нам в RDR онлайн добавили 4 роли, вдумайтесь, 4 роли за год. И в конечном итоге, всякие диванные выскочки, критики, которые считают, что тот Говард охренел, Fallout надо вообще закрыться и вообще никуда себя не показывать. Меня, лично меня, задевает это с точки зрения того, что, а эти люди вообще пробовали проходить? Да, подача говно, но если бы сюжеты и лор не было бы вообще, я бы слова не сказал, была бы просто песочница на уровне линейджа, когда нам не давали никаких квестов, а были поляны с мобами, и мы по 10 часов, 24 на 7 точнее, в 3 окна фармили, качали ливил, чтобы потом пойти куда-то на бою Матарасова, Лакаса и так далее. Последние минуты человечества, последние минуты спасателей, братства, предательства в Анклаве, откуда взялись зверожоги, как это все преподносится, кто такой Модус, почему надо запускать ядерную ракету, что сказал Роджер Мэксон, первый старейшийный создатель братства. Ведь по сути дела, кроме первого и второго Fallout'а, понять реальные мотивы и историю нам не дано, все остальные последующие, это лишь только слова других старейшин, терминалы, высказывания, гулзаписи и так далее. Здесь же разрабы позволили окунуться к очередной, точнее, к основной мысли братства. Это приумножать, сохранять технологии для дальнейшего использования его потомками. И Роджер Мэксон четко запретил использовать ядерное оружие не потому, что, о господи, мы сошли с ума, а потому, что это опасно. И, как показывала история, использование его это не выход. И, конечно, это была ошибка стратегическая, но это заветы братства, которые были прописаны изначально. И разработчики это понимали и преподнесли нам братство, по крайней мере для меня, именно в том виде, в котором оно и должно быть. Пусть даже с Элизабет, пусть даже не по канону, с появлением этой спутниковой связи и так далее. Но, тем не менее, красиво обыграв в красивой конфетке, история прям захватывающая. Последние ее часы в стекольной шахте. Блин, да, повторюсь еще раз, подача, конечно, говнецо. Читать терминалы, читать пип-бой без русской озвучки. Три часа слушаешь последние слова людей, их переживания, эмоции. В этот момент ты сам не можешь ничего сделать. Как только ты выпытаешься зайти в инвентарь, соответственно, субтитров нет, ничего не понятно. Так вот, можно ли играть в Fallout 76? Можно ли играть в Red Dead Online? Можно ли играть в Zelda Scroll? Да можно играть в абсолютно любую игру. Она вас, особенно онлайн, она вас захватит часов так на сто. Что делать потом? Endgame должен быть интересным. А Endgame создает комьюнити. Поэтому, если вы не в состоянии познакомиться с кем-либо, вам тяжело знакомиться с кем-либо, найти друзей, компаньонов, с которыми было бы чем заняться непосредственно в игре, то эта игра не для вас. Вообще не для вас. Это не сингл, не одиночная. И, собственно, все. Если у вас интересная компания, либо вам легко найти знакомство, почему бы и не попробовать? Ведь куча народу, куча народу поставила на метакритике там минимальные баллы 2,7, захерососили игру за отсутствие NPC, и то, что им неудобно читать терминалы, гол записи, говорят, нечего делать. Мы каждый день с друзьями фармим 94-е убежище, взрываем матку, пытаемся найти офигенную легендарную пушку, копим ресурсы, перестраиваем базы, ходим друг к другу, путешествуем по миру, выполняем абсолютно разные задачи, вплоть до защиты форта Дейвайнса, события, земля-воздух, криптография, да неважно. В ближайшие 3-4 часа вечернего времени мы по фану проводим время. Либо в РТО, либо в GTA, либо в Fallout. Поэтому присоединяйтесь с силой. Оставим диванным критикам их обзоры, летсплей и так далее, что у нас все плохо в Fallout. На самом деле не все так плохо. 25-30 тысяч онлайна, не знаю, насколько достоверно это источник или нет, ссылку оставлю в описании. Примерно как в RDR-ке. Больше чем в Fallout 4, больше чем в золтерскролле, меньше чем в GTA. Вот, собственно, и так. Кстати, по поводу источника реальности Fallout, ой, реальности онлайна это или нет, я, к сожалению, сказать не могу. Действительно ли это верные данные. Но, но... Найти заполненный, целиком заполненный мир и другими игроками вообще не составляет проблемы. Две секунды и вы наслаждаетесь постапокалипсисом с хорошей, аутентичной музычкой, со средненьким графоном, с определенным количеством багов. Но, тем не менее, для человека, который прошел все части Fallout, это прям зайдет.